Члены движения общественной поддержки провели круглый стол, на котором обсудили социально значимые инициативы, выдвинутые жителями города. А также избрали лидеров движения, призванных продвигать инициативы на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. В заседании принимали участие представители трудовых коллективов крупнейших предприятий городского округа, химчане из привычных отделений партии «Единая Россия», лидеры общественного мнения и члены общественных организаций. Сегодня вообще классный круглый стол. Сегодня не только мы просто поговорили, а уже поделились какими-то реализованными, реализуемыми идеями. На заседании к движению присоединились новые участники, которые теперь будут рука об руку трудиться выдвигать новые инициативы. Наш коллектив присоединяется к движению общественной поддержки, социальных инициатив, потому что это реальная возможность каждого жителя поучаствовать в развитии нашего любимого города. Одна из наиболее крупных инициатив – реконструкция здания спортивного комплекса «Родина». Бассейн комплекса с удовольствием посещали не только спортсмены, но и все любители плавания, в том числе и дети. Жители округа на встречах с членами общественного совета «Химки. Интересно жить» выдвинули инициативу проведения ремонта и скорейшего открытия бассейна. В данном бассейне у нас лопнула чаша. Люди очень ждут этот бассейн, голосуют сейчас в данный момент и ждут, когда же наконец-то пройдет ремонт данного бассейна. В числе других крупных инициатив – строительство школы в микрорайоне Подресково и создание спортивно-туристического кластера на лыжном стадионе имени Анфисы Рисцовой. И еще одна важная программа – «Дворовый тренер». В 2009 году ее предложила олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Ирина Роднина – один из лидеров движения «Общественной поддержки». В рамках программы дети смогли заниматься спортом во время летних каникул. Программа варилась в федеральный проект и сегодня реализуется более чем в 70 регионах России. Дальше уже родились программы – это реконструкция спортивных залов сельских школ, а теперь уже это и школы малых городов и поселков городского типа. То есть это более 10 тысяч спортивных залов отстроено, эта программа продолжается, вернее отремонтирована. И возобновилась программа строительства быстро возводимых спортивных объектов. Сегодня в рамках движения «Общественной поддержки» активными жителями, трудовыми коллективами и членами общественных организаций выдвинуты уже почти полторы тысячи инициатив. И с каждым днем их становится все больше. Люди не стали бояться говорить свои инициативы. Люди увидели, что они реализуются, а не просто. Знаете, как мы сказали их просто тут. Нет, много инициатив уже реализованы. Участники «Круглого стола» приняли единогласное решение об избрании лидерами движения «Общественной поддержки» «Химки.Интересно жить» Татьяну Кавтореву, Николая Томашова, Юлию Захарову, Ирину Беляеву, Людмилу Кременко, Сергея Новосельцева, Андрея Зайцева и Глеба Демченко. А также присоединить территориальное движение «Общественной поддержки» к общегородскому. Напомним, активисты «Химки.Интересно жить» продвигают социально значимые инициативы. Все они размещены на сайте хиш.онлайн, на котором жители могут проголосовать за лучшие инициативы.